В России может появиться водка Трамповка. Накануне стало известно, что некая компания из Санкт-Ленинграда подала в Роспатент заявку на регистрацию данного товарного знака, конкретных данных о выпуске на рынок и продаже алкогольного напитка пока нет, однако уже известно, что на этикетке будет изображен вновь избранный президент США, даже с гармонию в руках. Я просто поплопаю. Хотя вы знаете, меня другой вопрос в этой истории занимает, а список иноагентов ребятишки не опасаются пополнить, ну там же есть такой нюансик, типа попал под иностранное влияние или это другое. Особенно если учесть, что вся водка в нашей стране в той или иной степени контролируется государством, поэтому я и интересуюсь. Народ хочет Трампа. Трамп от народа. Вот они боятся. А есть ли такой феномен Трампа, чем он объясняется? Тем, что человек смелый. Ну что же, очень интересный случай. Санитары. Нет, я думаю, что все-таки другое. Это ведь вам не пост во вражеской соцсети написать, и не ролик на Ютьюбе разместить. Тут серьезным баблом попахивает, и кто-то уже карманы приготовился оттопырить. Посему... Ну какое иноагентство, что вы? Какое может быть иностранное влияние? И да, могу забиться. Еще знаете, по какому поводу? Что ватники, простите, ура, патриоты, конечно же, но те самые, которые прямо сейчас сидят и плюются в телевизорах, осыпая проклятиями проклятую Америго. Так вот они и в первых рядах за той Трамповкой ломануться спорим. Потому что это действительно другое, а это реальная журналистика. Интересно, девки пляшут. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Рубрика «Бредни недели» пополнилась новыми заявлениями от чиновников и пропагандистов. На этот раз господин Силуанов решил забрать себе золото в данной номинации. Тема, впрочем, стара, как все, наше политбюро. Доллару скоро хердык, поэтому на эти грязные зеленые бумажки россиянам внимания вообще лучше не обращать, до чего я рассказываю. Сами смотрите и смейтесь. Простите, слушайте. В последнее время я часто вижу такое новое, что доллар растет. А нужен ли он нам вообще? А у вас есть доллары? Ну, у меня нет. Я только рублями. Ну, правильно. Я не нужна. Согласен с вами. А вот в чем выгоднее всего хранить сбережения? Надеюсь, что в скором времени мне это пригодится. Покупайте облигации федерального займа. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. К слову, у меня еще один глупый вопрос возник, а сам Силуанов. Давно рубли в руках-то держал? Доллары, наверное, все в печке пожег. Правильно. На кой они нужны? Все равно ведь ничем не обеспечены. И вообще, повторюсь, крах. Не сегодня, не завтра у них там случится. А сбережения свои, кстати, Силуанов в чем хранит? Правда? В облигациях федерального займа? Хотя о чем я сейчас говорю? Ну, откуда? У российского чиновника забережения голь перекатные. Бесеребренники за высокие идеалы. Люди работают о народе, думают, как же мне не стыдно. И да, про облигации федерального займа вы их не забудьте. Надежное, выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть. Поэтому, если есть копеечка, участвуйте на финансовом рынке, не пожалеете. Ага. Ладно, посмеялись и будет. Давайте действительно о серьезном. В Самаре массово увольняются полицейские. Накануне стало известно, что сразу два центральных райотдела покинули почти все сотрудники. Остались лишь те, кому скоро на пенсию. Причина? Бедственное материальное положение. В смысле низкие зарплаты. Не комплект личного состава. Работать приходится за себя и за того парня. Люди в кредитах. Денег ни на что не хватает. Премии новогодние и то, и нынче не будет. Впрочем, беда не только в этом на самом деле заключается. Там ведь, как и в любой системной структуре, куча самодуров-начальников, раздающих какие-то непонятные указивки. Показуха. Палочная система. Бесполезные отчеты бумажки, отнимающие уйму времени. А если кто-нибудь спорить начнет, не нравится, увольняйся. Мы, кстати, уже об этом неоднократно говорили и даже в прямом эфире. Вот, например, запись беседы с экс-сотрудником полиции Николаем Королевым. Происходила он и на фоне массовых протестов в стране в 2020-2021 году. Человек пришел, не побоялся и с открытым забралом рассказал обо всем, как оно есть на самом деле. Вот как раз вот это очень ярко последние пару лет, даже не пару, а с того момента, как мы перешли с милиции именно в полицию, это прям проблема, она вылезла наружу, и вот она все время плавает, плавает, плавает. Отсутствие какого-либо престижа службы и чести мундира, чести офицера. Уже сейчас говорят, в МВД у нас нет офицеров, у нас только старший командный состав, младший и прочее. О том, что в Самаре уволились сразу два отдела полицейских, стало известно благодаря депутату Госдумы Матвееву, кстати, спасибо ему за это. МВД достаточно закрытое ведомство, они не очень любят распространяться о своих проблемах, журналисты нынешние, точнее пропагандисты. Да вы о них сами все прекрасно знаете, эти только сказки о рывках и прорывах способны лопотать на остальное кишка танка. Да, несколько раз сам Колокольцев докладывал о кадровом дефиците ведомств, и даже говорил, что проблема имеет массовый характер, но оно как-то прошло в СМИ короткой строкой и быстро забыло. Сегодня вот оказалось, что ситуация действительно гораздо более серьезная, чем может показаться, я бы сказал, аховая. Процитирую, кстати, депутата Матвеева, цитата Мы часто ругаем ментов, но давайте представим, что полиции нет. Альтернатива только полный беспредел и уличные банды, а сейчас в условиях наплыва мигрантов и роста их преступности в пору создавать отдельные подразделения по борьбе с этнической преступностью и у нас полицейские разбегаются. Кто их заменит? Эти бородатые заменят. Они уже интегрируются туда. Острая тема. Да ладно! Вот тут, к слову, не могу не согласиться с господином депутатом, потому что Матвеев прав на все сто. Если кто-то думает, чем меньше их останется, тем больше нам достанется, в смысле, тем легче нам будет дышаться, я все еще про полицейских не тешьте себя иллюзиями, потому что свято место пусто не бывает. Просто органы внутренних дел начнут доукомплектовывать первыми, кто под руку попадется. Ветераны СВО, мигранты, выпускники всевозможных военизированных силовых или просто около плавающих подразделений, структур, училищ. Есть опыт обращения с оружием и выполнения приказа? Все, ты нам подходишь! Но это не точно. Вот только мы ведь уже оное проходили. Те, кто жили в 90-е, прекрасно помнят, кто и как тогда устанавливал порядки. Милиция в те годы оказалась в униженном положении, ни денег, ни славы, как говорится. Многие просто ушли со службы. А на смену пришли братки, спортсмены, ветераны Афганистана или там чечнеэтнические группировки, ну и так далее. Мы этого хотим, можем повторить. Только теперь уровень таких группировок может стать иным, потому что ребятки смогут получить власть, оказаться при погонах и появятся у нас какие-нибудь ОВД Курганские, ОВД Мамедовы или Махмудовы, ОВД Вагнера. Как вам такая перспективка? В советское время отбор в страже порядка был жестким. Сначала армия, затем по рекомендации от военкомата служба в МВД в скромной должности на побегушках. И только потом учебные заведения МВД и рост по службе. Людям в погонах завидовали. У них была достойная зарплата. Но милиция развалилась вместе с Советским Союзом. Престиж испарился. Милиция стала нищей. Я получаю телеграмму от командира ангарского полка. Товарищ министр, третий день кормлю полкомбикормом. Я вообще уверен и считаю, что МВД должно быть как бы над всеми структурами и властными в том числе. Потому что там за право порядок отвечают. И уж точно никаких случайных людей. Для этого нужны стопроцентные профессионалы, как было когда-то. Мы и так уже дореформировали. Да экспериментировали с этой милицией, полицией. Оттуда личный состав разбегается выше, сказал. Сперва из органов поуходили все те, кто пришли в профессию еще в советское время. Или те, кто учились у советских офицеров. А у этих людей, между прочим, были живы понятия о чести и достоинстве. Причем на подсознательном уровне, на подкормке. Реформа таких выдавила. Потом вроде бы как все устаканилось, вернулась на круги своя что ли. И вот опять из МВД массово уходят люди. Полицейские успели вызвать подмогу. К месту перестрелки стали стягиваться близлежащие экипажи патрульно-постовой службы. В том числе группа сержанта Рашида Гетинаева. Террористы заметили и обстреляли его машину. Гетинаев успел выскочить на улицу и стал отстреливаться. Первыми на пути террористов, на пути бандитов, на пути нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты Иудейской и Православной Церкви, стали наши полицейские. Недаром сейчас напомнил вам эту историю Дагестан. Совсем недавнее событие, когда бандиты устроили на улицах Махачкалы и Дербента кровавую бойню. Кто пошел тех бандитов останавливать? Местные полицейские, рискуя собственными жизнями. 15 человек из их числа в тот день погибли, но защитили гражданских. К чему я это сейчас сказал? А к тому, что можно сколько угодно сыпать шаблонами, об оборотнях в погонах. О силовиках на службе у олигархата и так далее. Ну вот вам конкретный пример. Люди просто втали и пошли делать свою работу. Можете думать обо мне что угодно. Писать в комментариях, мол, ой, переобулся, но я свою точку зрения выразил. Ладно, не будем о грустном. Под занавес в РПЦ заявили, что россияне не рожают. Как думаете, почему? Никогда не догадаетесь из-за нехватки храмов. О, как! С данным заявлением выступил протеерей Миняйла, старший священник Екатеринбургского храма на крови, построенного на месте расстрела царской семьи. Вот я даже не знаю, как он и комментировать. Из программы в программу мы с вами говорим, что люди погрязли в долгах. Что у людей нет приличной работы. Что цены на все растут как на дрожжах. Что не хватает школ и детских садов, наконец, даже ментов. Вон и тех не хватает. Кто будет защищать нас и наших детей в обозримом будущем? Однако всегда найдется какой-нибудь Миняйла, который предложит свой вариант. Во всем виновата нехватка церквей. Ну, конечно, кто бы сомневался. Все, не хочу продолжать. Дальше переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. О, помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok